Встречайте, Миг-29! Сколько лет его ждали? Сколько его хотели? Самый грозный истребитель нового восьмого ранга, Миг-29 или подождите, или не самый грозный? Давайте разберемся. Итак, скорость флаттера равна 1575 км в час и 132 маха на уровне моря, или же 2452 км в час и 235 маха на высоте 14000 метров. Это одна из самых больших скоростей флаттера в игре. Вы быстрее всех, кого увидите в бою. Вы помимо скорости еще обладаете самой большой скороподъемностью в игре, 320 метров в секунду. Также, исходя из имеющихся у меня данных, критические углы атаки без закрылков у нас равняются 30 положительным и 29 отрицательным градусам. И 29 и минус 22 градусам, соответственно, закрылками в положении бой. Весьма хорошие показатели. По перегрузке у нас все тоже отлично. 11,9 положительный и 5,1 отрицательный, если у вас полный бак и нет подвесов. У самолета есть шасси, максимальная скорость 482 км в час, закрылки взлетные 532 км в час и посадочные 463 км в час и парашют, который открывается на скоростях до 285 км в час, а также воздушный тормоз. Миг – маневренный самолет и отлично себя чувствует на скоростях от 600 до 800 км в час. Примерно, конечно. Также он прекрасно держит скорость при маневрах, даже с максимальной перегрузкой. Оторвать крылья на Миге надо очень постараться, и по поводу этого вы можете не переживать. Пока что, на данный момент, я не могу с уверенностью сказать, для какого типа боя этот самолет предназначен. Однако, я не считаю в данный момент его ЛТХ ужасными, наоборот. Пролетав на нем более 60 боев, я считаю, что Миг-29 – хороший самолет, который может достойно показывать себя в дуэли с F-16 и уничтожать, не напрягаясь, F-14 и F-5 в ближнем бою. К сожалению, по поводу остальных топов и дуэли с ними, например, Миражи и Дракены, я сказать ничего не могу. Их просто нет в рандоме, и у меня нет опыта борьбы с ними. Перейдем к вооружению. Ну, тут все, скажем так, печальнее, чем должно быть. Намного печальней. Должен был я сказать, когда Миг только вели, однако все поменялось. Начнем с того, что у нас есть, и будем рассматривать только топовое вооружение. Как насчет фокуса? Я заставлю карандаш исчезнуть. Та-дам! Он испарился. Из ИК-ГСН. Р-60, Р-60М, Р-27Т. Из Парл-ГСН, Р-27Р, Р-27ЭР. Начнем, конечно, с ИК-ГСН. Р-60М, как я и говорил в других обзорах, хорошая ракета на дистанциях до 1-2 км в догон, при равных скоростях с целью, и до 3 км во всех остальных случаях. Маневренная, быстрая, хороший пример ракеты для крайне близкого боя. Вот только на ЛТЦ ракета уходит мгновенно и почти в 90% случаев. Так что, если у врага есть ЛТЦ, и он следит за вами, пускать Р-60М в него нет никакого смысла. Р-27Т же, к сожалению, на момент записи этого видеоролика, как и Р-24Т, стали недееспособным ужасом в реалиях War Thunder. Ладно, Р-24Т хорошо по документам понерфили помехоустойчивость, но, боже, Р-27Т, которая должна обладать отличной помехоустойчивостью, которая обладает лучшей ГСН, чем Р-24Т, отводится на 1 пуск ЛТЦ. 1. Вот, смотрите. Это просто невероятный кошмар. В данный момент из Р-27Т вы можете поразить врага только если у него нет ЛТЦ, так как мгновенно ракета уйдет именно на них. Ну или враг вас просто не может заметить. Р-27Т в текущем виде бесполезны, когда есть паралл ГСН. Теперь перейдем к Р-27ЭР. Маневренные, быстрые, с хорошей дальностью. Скорость набирает 27-я мгновенно, а значит и на перегрузку максимальную она выходит тоже быстрее. Несмотря на данные в карточке, по дистанции и сохранению скорости, Р-27ЭР все равно проигрывает в игре АМСМФ. И это заметно при полетах. В данный момент Р-27ЭР отличная ракета для стрельбы на расстоянии от 2 до 7-9 км при лобовом схождении. За счет огромных углов отклонения ГСН вы можете пускать их без проблем, не меняя своего положения. Мне очень нравятся эти ракеты, и я считаю их отличным конкурентом в рамках игры АМСМФ в определенных ситуациях. А где-то они показывают результат намного лучше, чем АМСМФ. Теперь немного о грустном. Мигу не дали Р-73, что конечно печально, и мне лично хотелось бы поиграть с Р-73. Нет, не надо мне говорить, а вы видели Р-73 на дэве, они же имба, ЛТЦ не помогают. Это все бред дэва, там вообще было ничего не настроено и ничего нормально не работало. Р-73 в реальной жизни обладает отличной маневренностью, чуть лучше, чем у Сраам, британского Херриера. По дистанции она должна быть примерно равна АМ-9Л. А вот помехоустойчивость должна наоборот быть небольшой, и ракета с легкостью должна отходиться на ЛТЦ, на уровне чуть хуже ЛК. То, что было на дэве, недоделанная копия Р-60М с переапанной помехоустойчивостью. Я же за то, что должно быть в реальности. Несмотря на отсутствие Р-73, я не скажу, что Миг себя чувствует сильно плохо в данный момент. И это мягко сказано. Вооружение мы рассмотрели. Теперь перейдем к радару. Радар Миг-29, мягко говоря, средний, если рассматривать его относительно конкурентов. Например, Миража, F-14 и даже по сути F-16. Но сильные стороны тоже есть у 29. Режимов работы радара много, и давайте разберемся с ними. ПСК и Д, СНП, ПСК и Д, ППС, СНП, ППС, ОЛС. ПСК и Д обычный доплер. Я не заметил особой разницы между ним и доплерами на других радарах. Работает доплер от разницы скоростей, то есть маневр 3.9 сбивает захват. Также не может держать цель, если та близко к земле. В этом случае ЛОК уходит намного ниже. ДО не работают против этого захвата. СНП, он же ТВС, он же сопровождение на проходе или трек-вайлдскан. Режим, который позволяет показывать радару все контакты, обнаруженные им, и отслеживать динамику их положения, тем самым показывая направление их движения и скорость. С помощью него, кстати, можно наводить R-27Т или R-60М в мягком захвате. Приставка ППС в данном случае обозначает передняя полусфера, что ничего не объясняет. Но в игре я заметил, что в этом режиме работы радар сможет увидеть цели только на дистанции от 9 километров. А также этот режим лучше обнаруживает дальние цели. Простого захвата, кстати, у Миг-29 нет, так что захватить противника с равной скоростью у вас адекватно не выйдет в некоторых случаях. А также переключаться на другой режим и переконтрить маневр 3.9 у вас тоже не выйдет, что прекрасно делают те же F-14 и F-16. Тем не менее, Доплер также на Миге может держать цель в захвате, даже если вы летите плюс-минус с равной скоростью. Ему хватает отклонения в 20 метров в секунду, и это безусловно радует. По секторам радара я ничего не скажу, но немного узковато. У ЛС же у Мига-29 прекрасно. Скорость сканирования огромная, сектор большой, держит стабильно. Минусом является то, что вы не сможете захватить цель ночью и в плохую погоду. С помощью этого режима можно наводить и КГСН ракеты, но внимание, наводить, а не вести. И КГСН ракета никак не привязана к носителю после запуска. С ЛС захвата вы можете перепрыгнуть на ПСК и Д захвата, что иногда весьма удобно и полезно. Перезахват часто прочный и даже может вам помочь позволить захватить ту цель, которую сам ПСК и Д не мог захватить. Режим БВБ ПСК и Д удобный и имеет огромный угол по вертикали вверх и очень мало вниз. Захват до 10 километров, что вкупе с Р-27Р отлично работает и позволяет сбивать врага, летящего на вас, находящегося выше вас, даже не задирая нос. БВБ ОЛС ничего особенного. Радар Мега проигрывает по стабильности захвата цели и по скорости сканирования зоны. В остальном, то есть в БВБ, хороший радар и ОЛС полезная вещь. Теперь к вкусному. ИЛС. ИЛС хоть и есть, но в нем много бросающихся в глаза ошибок, хоть и мелких. Итак, перед вами ИЛС при режиме радара ПСК и Д. Слева сверху наша скорость. Внизу стрелочкой показывается, растет она или падает. Сверху компас. Справа сверху ваша высота над уровнем моря. Слева идет длинная полоска с делениями, это отображение радара. Сверху полоски показывается дистанция сканирования. Чуть ниже режим радара. Внизу полоски показывается режим сканирования радара. А внизу дальний или ближний бой. Справа внизу обозначение выбранной ракеты. Чуть левее полосы градусы по тангажу. По центру горизонт. Вот эти полоски пунктирные вражеские цели. Квадрат вокруг цели обозначает, что она выбрана вами. Внизу бегает полоска, угол по горизонту радара. Еще ниже весомая ошибка в ЛС. Семь этих полосок должны показывать какой пилон занят. То есть в случае если у вас мало ракет, должны гореть только те полоски, которые отвечают за пилоны с этими ракетами. В игре же всегда горит семь полосок, даже при пуске не исчезают. Это печально. Кстати в режиме СНП нет буквы Н. И вот вы захватили цель. Слева теперь показывается расстояние стрелкой до цели по шкале РДС. А кружком посвечивается сама захваченная вами цель. Вам покажется слева две жирные черточки. Это нижняя и верхняя границы для пуска. Если грубо говоря. Нужно пускать ракету только тогда, когда стрелка расстояния будет между двумя этими черточками. Большой круг. На что смотрят ГСН ракеты. ПР пуск ракеты. То есть готова к запуску. Так со всеми ракетами. Вот так выглядит ЛС при работе ОЛС. Свой чужой тут нет. Все остальное будет такое же. При активации режима пушки по воздушной цели вам будет показываться, так сказать, туннель, куда будут лететь ваши снаряды. Кстати, в игре не реализована очень важная деталь. Баллистический вычислитель по захваченной цели. То есть вы, по идее, должны захватить цель. И вам будет показываться интерфейс, который позволит вам идеально точно попадать во врага. Но у нас в игре просто дорожка. Это грустно. И очень недостает ВСБ. Тут вы можете увидеть интерфейс по работе с землепушкой, на армии, бомбами. Ничего особенного нет. Кружок это метка, куда попадет ваш боеприпас. Вот, собственно, и все по ЛС. И перейдем, пожалуй, к общим советам по ведению боя. Первонаперво вы должны всегда помнить. Виражный бой это скорости от 600 до 800 км в час для вас. Не больше и не меньше. Это скорости оптимальны для вас, так как на них вы выходите на максимальные углы атаки. Помните, что МиГ-29 очень быстрый и скорость вы на форсаже почти не теряете в маневрах. Так что и перегрузки для вас будут соответствующие. Без экипажа в стоке летать на МиГе будет очень тяжело. Не поднимайтесь над землей. Ваша маневренность позволяет вам комфортно уворачиваться от ракеты, летя по низам. И откидывать ракеты с вашей стороны уже по врагам, которые выше вас с помощью БВБ. Берите полный бак топлива и ПТБ. Двигатели кушают очень много. Не забывайте использовать воздушный тормоз, чтобы быстро сбросить скорость. Что можно сказать по итогу? В данный момент МиГ-29 является приятным самолетом для РБ. Пара ГСН ракеты и КГСН позволяют ему хорошо себя чувствовать в БВБ и схождениях на расстояниях до 9-10 км. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok